Чем занимается общественный активист Виктория Шилова, я не знаю. Вернее, я знаю то, чем она занималась, а еще вернее, то, какие заявления она делала, когда она была близка еще с Олегом Лешко. После этого я не интересовался, не потому что она мало делает, а потому что мне, лично мне это было мало интересно. Но сегодня мне стало интересно, потому что личка моя переполнена, мне бросают видео с Викторией, которая говорит обо мне. Интервьюировал ее Сережа Веселовский на канале Ньюс Фронт. И видео называется «Шарий, что-то там». В принципе, маленькая-маленькая хитрость. Я знаю эту хитрость, и я замечаю, когда хочешь, чтобы были просмотры, просто назови видео «Шарий, что-то там». Даже если там на видео 99% времени говорят не о Шарии. Ну, это маленькая хитрость, и ладно, забыли. Перейдем к Виктории. К сожалению, он назвал фейком то, что я работаю на олигархической власти Украины, когда я рассказала страшную историю о смерти двух пенсионеров под Харьковом. Это город Валки. Я сказал, что Виктория работает на олигархов или там на кого-то. Я любитель фактов. Понимаете, в чем дело? У меня нет священных коров. Я могу мочить всех, кого хочу. Я ни на кого не работаю. Поэтому мочу всех. Мне плевать. Вообще плевать. Я любитель фактажа. Давайте посмотрим, что конкретно я написал по поводу Виктории. Прошу обратить внимание. Мой пост от 7 июля не редактировался. Вот он. Выдумка Виктории Шиловой о повесившемся в вышиванке и с криком «Слава Украине пенсионерам!» Это однозначная работа на фейкометах украинские СМИ. Это помощь фейкометам, которые все еще мычат о распятом мальчике, пытаясь прикрыть этим окаменевшим 100 лет назад мальчикам свои каждодневные нелепейшие вбросы. Виктория Шилова помогла фейкометам. Они ей благодарны. В чем выражается эта благодарность? В словах или в чем-то ином судить не берусь. Но работа блестящая. Точка. Точка. Так еще раз. В чем там я обвинил Викторию? То, что я работаю как бы на олигархические власти Украины. Теперь послушаем, что конкретно сообщила Виктория. Что меня выбесило. Я об этом написала с именами, фамилиями, как это случилось. Где-то написала, что человек был в вышиванке, один из погибших. И это тоже подтверждается, потому что... Виктория, там не только о вышиванке шла речь. Забыла, возможно? Я напомню. Зачитаем полностью информацию, которую разместила Виктория Шилова. Как вот здесь на сайте, так и у себя на странице в соцсети. Печальная информация поступила от наших активистов из подразделения «Антивойна Харьков». Два пенсионера, бла-бла-бла и бла-бла-бла повесились в Волковском районе Харьковской области, получив платежки за ЖКХ. Сергей Роганин сделал это очень необычным образом. В вышиванке и с криком «Слава Украине!» Бла-бла-бла. Второй повесился в городе Валки. В вышиванке и с криком «Слава Украине!» Обратите внимание. Почему это маразм, я детально, очень детально, поверьте, объясню в конце ролика. Слушаем дальше. По свидетельству людей, которые проживают под Харьковом, человек, когда его привезли в морг, был в вышиванке на самом деле. И газета «Сегодня» тоже выехала на место действий. Конечно же, они хотели меня облить грязью, это олигархическая газета, но тем не менее, они подтвердили, что такой случай был. Давайте посмотрим, что именно подтвердила олигархическая газета «Сегодня». Ну что ж тут, дело за малым остается прочесть. В Харьковской области заговорили о суицидах из-за коммунальных платежей. СМИ распространяли информацию, бла-бла-бла. Виктория Шилова. Как рассказал сегодня брат погибшего Сергея Роганина, Юрий Малышев, мужчина действительно повесился, но без вышиванки и криков «Слава Украине!». Что же послужило причиной рокового шага, родные точно не знают. Сергей жил в частном доме вместе с пожилой матерью, перенесшей инсульт, ухаживал за ней, у него была травма, он мучился от головных болей, был инвалидом второй группы. По его словам, Сергей оформил субсидию на газ, но в платежке это не отразилось, из-за чего он расстроился. В квитанции была указана сумма 300 гривен, однако она была подъемная для погибшего. Второй погибший. Хотя Виктория говорит вот об этом, о первом. Она говорит об этом, о субсидии. Информация о причинах гибели второго пенсионера в Валках тоже оказалась недостоверной. Не пользуйтесь горем близких. Я племянница Владимира Марьюшенко. Не нагнетайте обстановку. У нас все произошло совершенно не по этим причинам. Советую проверять информацию, прежде чем публиковать ее в соцсетях. Я любитель фактов, но не прижать меня без фактов. Никак. Потом на шрия вышел Юрий Деркач, депутат Валковского районного совета, и сказал, что он приглашает всех приехать в город Валки, Доброполье, Высокополье и посмотреть. Если депутат Деркач сможет предоставить доказательства того, что он на меня вышел, то есть мой ему ответ в личке, к примеру, мой ему телефонный звонок мне, звонок в скайп. То есть наш диалог, если он сможет это подтвердить, может быть письмо, отправленное мне на почту. Это же просто, да? Я тогда смирюсь и скажу, действительно, вышел депутат, а я отморозился. А если он не предоставит, значит Виктория говорит неправду. Или депутат говорит неправду. Когда отрубили пальцы ополченцу, помните такую ситуацию, да? Мы тоже это вывесили, тоже почему-то Анатолий назвал это фейками, только после того, как уже увидели на ресурсах правого сектора, уже после того, как человек дал это интервью. То есть я получаю информацию очень часто от активистов антивойны. Это очень просто. Анатолий рассказал об этой ситуации, когда прочел это не у Виктории Шиловой, не на ее каких-то ресурсах, а когда увидел это на странице представителя правого сектора. Давайте послушаем, как я тогда назвал это фейком. Кстати, вот за эту ситуацию приходит много людей, упоровшихся, и говорят, ты сказал, что это фейк. А я их спрашиваю всегда одно и то же. Назовите мне минуту и секунду, где я это сказал. Ну любитель я фактов, прижмите меня фактами, а не болтовней. Давайте послушаем, как я назвал это фейком. Слушаем меня. Анатолий Аширия. Что я могу сказать? Я затрудняюсь ответить по двум причинам. После этого не спрашивайте, в любом случае, или это вброс, или это правда. Не спрашивайте, кто разжигает эту войну. Вы сами это видите. Давайте говорить языком фактов. Я не называл это фейком. Я сказал, это может быть вброс, а может быть это и не вброс. Все, что я сказал. И аргументировал, почему я так сказал. Мы тоже это вывесили, тоже почему-то Анатолий назвал это фейком. А теперь, собственно, почему я считаю, что то, что сказала Виктория, это абсолютный маразм. Вы хотите на пальцах, я объясню на пальцах. Мне говорили близкие люди, мол, не объясняй так подробно. Ну, не идиоты же. А я говорю, а тут кто в это верит. Ну, как его по-другому назвать. Хотя, впрочем, не будем никого оскорблять. Просто объясним. Итак, человек готовится, повесится и вешается. Перед смертью он кричит «Слава Украине!» И вешается. После этого его кто-то обнаруживает. Обнаруживают, по всей видимости, его родные. Он уже мертв. Его уже нет. Как им узнать, что он закричал перед смертью? Вот это остается только здесь. Только вот на этой маленькой доске. На самом деле, слова, которые улетели в пространство, они не отпечатываются в воздухе. Их нет. Он крикнул «Слава Украине!» и умер. Его нет. Откуда о фразе «Слава Украине» узнали его родственники? Которые, кстати, нигде это не подтвердили. А? После того, как я объяснил практически по слогам, я бы хотел услышать аргументы второй стороны. Я не буду выходить ни на какие скайпы, потому что не хочу делать кому-либо пиар. Я хочу услышать аргументы. Прямо под этим видео. Как могли узнать, что крикнул человек перед тем, как он повесился. Может он написал «Смотрите, я вешаюсь» и кричу «Слава Украине!» После этого я повешусь. Ну, может быть так. Я даже подсказку, видите, сейчас даю. А если мне этого никто не объяснит, тогда могу сказать «Катитесь». В принципе, нет, не так я скажу. Я скажу по-другому. Давайте жить дружно. И давайте, если кого-то загонять, то загонять фактами. Однако же, даже если мы будем жить дружно, я вам повторяю. Я буду мочить того, кого я захочу. У меня нет священных коров. Все.